Славы и другие, такая интересная тема, очередная рассказка. Вот, пишу уже третье видео подряд, в связи с чем координация некоторых движений может быть нарушена. Опять же, время такое, между 15 и 17, за часами, золотое время для лакрояния. А я вам напомню, да, когда у иммака зарастает рот для твердой пищи, всякая пища, которая ему необходима, это лишь сахариды, разбавленные легким алкоголем. Нектар – пища богов, пища для тех, кто нектар, убил тело овец. Значит, сказка, ну, она считается там условно европейской, да, но это как бы сказка царосов, сказка царосов, о том, как есть некая принцесса, некая принцесса, заточенная в замке, причем не просто в замке, а в самой высокой и труднодоступной башне этого замка и охраняемая дракона. Ну и, собственно, принц, он получит право, да и вообще, собственно, если там, речь не о праве, это, наверное, просто, да, так принято, да, сленговый вариант. Да, получить право взять в жены эту принцессу только после того, как победить дракона, охраняющего и этот замок и эту принцессу. Вот, только так и никак иначе. Дело не в том, что, да, как бы, ей есть такие звери и драконы, их нужно обязательно убить. И там, как бы, иносказательная составляющая этого сказа, она довольно простая. Да, ну, давайте будем последовательной. Замок. Ну, здесь замок играет такую двоякую роль. Это, собственно, некое такое довольно жесткое место. Туда поселена принцесса. Собственно, чтобы стать принцессой, вот здесь очень важно, чтобы стать принцессой, ее поселили, поместили в довольно жесткие условия. Это очень важно. Вы понимаете правильно. Тут настолько сильнейший диссонал по сравнению с сегодняшними генами, с представлениями, что очень важно правильно понимать сказку вообще. Все ее нюансы, составляющие. Это принципиально важно. Значит, она помещена в довольно жесткие условия. Причем она, ну, скажем так, условно одна. Условно одна и вокруг, в общем-то, да, и если кто-то и есть, что-то и есть, это такой огненный змей, и она ограничена в своих возможностях и тому подобное. Значит, что это означает? Это означает, что, чтобы появилась, выросла принцесса, выросла девочка до уровня принцессы, она должна воспитываться в довольно жестких условиях раз. Поэтому, как только мы смотрим культ версты, культ версты, это вообще жизнь, это такой Саулинский монастырь для девочек, во всех смыслах этого слова. И там же, да, то, что я рассказывал, да, вот это вот, то, что оттуда вышло, это художественная гимнастика, да, это, собственно, одно из направлений целого комплекса упражнений, которыми должна была владеть воспитанница культурец. То, что мы тоже забрали, там, на разные уровни, исходя из разных уровней, падали, что это не культурец. Здесь вопрос попроще, да, в любом случае речь идет о том, что, да, в тот же, например, там, Смольный, да, Инцелу Благодарю Денис, либо какой-то другой, вообще отношение к девочкам туда поступившим и из любой семьи довольно жесткое. Я рассказывал, почему здесь сам принцип, да, то есть вообще, вот это, как это, диссонирует сегодняшнее холенье, хой, холенье и лиленье, вот этих вот принцесс, да. Смольство, да, и вот оно, и вот это, и вот так, и мухрюк, вот. На самом деле, да, чтобы получить принцессу, нужен совершенно иной диаметральный противовозный подход. Значит, это вообще минимальное взаимодействие с противоположным полом, верхового совместного воспитания с мальчиками и тому подобное. И я уже рассказывал, что возникают такие вещи, как обида, следствие обиды и желания отомстить, следствие желания отомстить, все, что может сделать женщина, как отомстить, это, собственно, секс. Да, и, собственно, вот этот вот, этот самый штаб всеми родом с детства, он, собственно, и формулирует, может сформировать вот это неправильное направление на уровне цели, да, поставленной в детстве, и, как бы, достижение любой ценой этого в детстве, как над обидчиками, мальчиками вообще, так и над каким-то конкретно или конкретными в частности. Поэтому, вот, чтобы минимизировать это, да, минимизируются все контакты с лицами противоположного пола, особенно такого же возраста, как они, однозначно, да. А второе, это постоянная работа, довольно жесткие правила и тому подобное. То есть, в принципе, да, выстраивается такая линия жизненная, что жизнь довольно трудна, и только с выходом замуж, да, собственно, идет вот освобождение. В данном случае, любой выход из вот этих довольно жестких условий, условий золушки, он уже праздник, да. И, собственно, в данном случае муж хозяина судьбы и авторитет, в общем-то, да, любые его прихоти или, там, кажущиеся жесткие или неправильные вещи, они воспринимаются по сравнению с тем, что было, как, собственно, за большим инвентом, какие мелочи. Вот о чем эта вещь. Вот, значит, первое, да, первое условие, первое условие наличия принцессы, это вот пребывание, воспитание, взросление в рамках довольно жестких, в рамках самой высокой башни, самого охраняемого места, ну, самого темного и неприступного залка. Вот так вот, скажем. Это раз. Это условие появления принцессы. Именно в этих условиях появляется принцесса, которая неподвижна телу огня, да, которая не развивает в себе тело огня, вот, она, собственно, человек, женщина, у которого огонь в этом смысле подавлен тем, что он не развит. Он не развит в этих условиях, в которых она выросла, да, то есть, целомудрие, сдержанность, воздержание во всем, работа, рост над собой, да, работа во всех смыслах, да, это там на уровне уборки и вышивания, от дро уровня овладевания своим движением, своим телом и тому подобное. Это вот принцесса. Ну, и у нас есть некий принц, некий принц, основная задача которого, ну, понятно, чтобы победить дракона как такого, ну, да, вот такого человека, это не может быть человек, который не поднимал ничего тяжелее мышки, да, это однозначно. Тут даже одно уровень. Это разное. Как минимум, это хотя бы средний физически развитый человек, физически здоровый, там, с вещем, как-то там, худо-бедно-застойно смотрящийся, да, не с какими-то там, я не знаю, там, уроками, там, и тому подобное, а собственно, нормально, здоровый человек, вот, да, но этого недостаточно. Дело в том, что он должен победить дракона, да, главный условие, о чем стоит речь. Ну, соответственно, дракон, это тот огонь, огонь тела огня, да, тела огня, эго, когда он пошел по рукам, да, в таком случае он либо должен не пойти по рукам, но победив огонь, вводит в самом начале, благодаря соответствующему окружению и воспитанию, либо, если так уж не получилось, он должен пройти весь этот путь, как правило, да, если это не рост, вот, значит, он должен пройти этот путь, путь рока, и в каждой конце не просто пройти, пройти его можно даже, пройти, но так и не победить, а пройти этот путь, и, собственно, победить вот этот вот огонь, победить дракона, вот, полностью и без поворотно. Вы понимаете, что у нас слово дра, ну, драть, дэ, с ра, с огнем, дэ с огнем. Драть кон не нужно, не нужно драть кон. Вот не нужно. Об этом идет речь. И речь идет о том, что у них голос секса быть не может. Ты должен победить дракона, победить свой огонь. И только в этом варианте, только после этого ты можешь, собственно, да, спасать, подходить, брать вот эту невесту, да, невесту, невестную, брать эту принцессу, брать ее жену. Ну, или там драгон, да, у нас в данном случае гонка три гуны, три гуны огня, собственно, да, то есть не быть поглощенным, поглощенным этими тремя гунами, этим движением вращения трех гун, да, собственно, чтобы твой дэ не был в огне этих трех гун. Об этом идет речь. Только в этом состоянии, только в этом состоянии. Ты действительно принц, и ты можешь взять принцессу, да, чистую принцессу. Вот. И, собственно, как бы, в этом смысле следующее, да, следующее, что будет, это жизнь долг и счастность. Если этого не произошло, если вы не убили дракона, вот, то, да, уреда соединения произошло, то этот дракон вас побудет, да, то есть вы начинаете жить с этой, там, принцессой, или, там, не за принцессой, такой же поглощенный огнем дракона, дракона, собственно, вы начинаете жить в том же самом сексе, и, собственно, это вас убивает, да, этот дракон, он убивает вас, он убивает все время, которое вы прожили вместе, он убивает, сжигая то, что вы там вместе произвели, начиная от совместно мажитого материального и совместно на произведенных детей змеи, даже детей рока, вот, поэтому сказ о том, сказ о том, что только победив дракона, принц становится принцом, и он может взять принцессу, собственно достойным этого в последующем положительный финал в любой другой случай имеет финал отрицательный разрушительный и собственно тот дракон который это делает он внутри не где-то там что-то как-то это не какое-то животное не что-то такое страшное что можно увидеть глазами напрямую вот но это в общем-то реальная вещь которая проживание сегодня наполняет нашу жизнь так что прежде чем спасти принцессу я нужно найти сегодня эта проблема и и следующее да ты должен быть принцем ты должен победить дракона удачи